Конечно, наше интервью с гостей, а сегодня это директор Таллиннской поиска гимназии Изабелла Ритцар, значимо для всех родителей, детях которых пойдут в первый класс. Но особое внимание мы хотим привлечь родителей тех девяти сотен детей, которые до сих пор не подали заявление об определении ребенка в первый класс. Не случайно город продлил до 24 марта срок приема заявления о выборе школы по месту жительства, что было важно всегда, но особенно в этом году. Добрый вечер. Добрый вечер. Изабелла, ну все же, обычно у нас срок до 15 марта, сейчас плюс неделя. С чем это связано? Ну это связано, наверное, с теми беспокойствами, которые испытывают родители при определении ребенка в школу. Потому что если раньше все прекрасно знали, что да, обучение проходит на русском языке, никаких особых таких перемен в обучающем процессе не будет, то нынешний год особенный, потому что с переходом на эстонский язык у родителей есть некоторые сомнения, опасения, переживания, потому что они иногда звонят в школу и спрашивают, как им поступить лучше, что им делать, выбрать им ту или иную школу, которая, в общем-то, ближе к их месту проживания. Это может быть и переходящая школа, это может быть эстонская школа. И мы, безусловно, даем им какие-то советы, даем рекомендации, в большей части мы их все-таки успокаиваем, что нет оснований для беспокойства. Если вы до сих пор еще школу не выбрали, да, город прекрасно понимает все их опасения, все их тревоги, и поэтому было принято решение продлить на одну неделю прием заявлений. Нужно взвешенно относиться к выбору школы, нужно думать, как я буду способствовать тому, чтобы ребенок успешно учился. Потому что школа школой, ну, конечно, родительская помощь, она всегда очень важна. Ну, действительно, очень важно все-таки подать заявление, особенно в этом году, чтобы, наверное, ожидания родителей совпали с реальностью. Потому что если кто-то хочет именно в школу, которая переходит на эстонский язык обучения, это тоже важно учесть. Или кто-то хочет конкретно в эстонскую школу, но если не будет заявления, то, соответственно, ожидания могут быть несколько другими. Мы все прекрасно понимаем те задачи, которые стоят перед любой школой, эстоноязычной или, как мы говорим, русскоязычной. У нас у всех общие цели и задачи – обеспечить ребенку безопасное и такое комфортное пребывание, хорошую обучающую среду и хорошо подготовленных профессиональных преподавателей. Что же будет после 24 марта при условии, что родители все-таки проигнорировали все призывы и не подали заявления? Ну, наверное, с ними будут связываться, потому что детей ведь определяют в школу через регистр народонаселения. И у департамента образования есть вся информация о детях, которые подлежат закону о всеобучии. И, безусловно, с ними будут связываться и приглашать их, предлагать им какие-то варианты. Я думаю, что этот процесс не будет столь длинным и долгим, потому что каждый родитель все-таки хочет для своего ребенка лучшего и определенности. 1 сентября, наверное, не совсем правильно отправляться в школу. Нужно заранее с этой школой познакомиться, знать, как там будет проходить обучение. Ведь каждая школа будет проводить родительские собрания, чтобы объяснить, что начнется, как начнется, с кем начнется этот учебный процесс. Потому что, как правило, знакомят и с классными учителями, с классными руководителями, кто будет встречать детей 1 сентября, чтобы у детей этого стресса не было, что они не знают, куда они идут и с кем они будут учиться. Заявление можно подать через ЭКОЛЬ или напрямую отнести в департамент. Как лучше. Да, это, в общем-то, кому как удобно. Бывают случаи, что родители не всегда могут справиться с подачей заявления в ЭКОЛЬ. Тогда им предлагается альтернативная возможность обратиться в департамент или же обратиться в школу, позвонить и спросить, а как мне вот зайти в ЭКОЛЬ. Тогда мы консультируем, говорим о том, что нужно сделать, какие этапы для того, чтобы ребенка зарегистрировать. И они очень успешно это делают. Спасибо вам большое. Пожалуйста. И в завершении нашего разговора, в котором принимала участие директор Таллиннской поискогимназии Изабелла Рицар, подчеркнем, что в Таллине 35 школ с эстонским языком обучения и 20 переходящих на эстонский язык. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок попал в нужную школу с подходящим уровнем языка и также ближайшую к дому, нужно поспешить. Сегодня началась решающая неделя. До воскресенья 24 марта таллиннские родители должны подать заявление о выборе школы по месту жительства.